Приветствую вас на канале SKZ в CZ. Сегодня видео будет называться как прожить в неделю на 250 крон во время карантина. Надо экономить. Карантин продлили еще в Чехии до 17 мая. Еще неизвестно, когда пойдем на работу. Сегодня 1 мая. Нам обещали, что мы пойдем 4 мая. Но сегодня пятница. Координаторов нету. В канцелярии все закрыто. Никто не знает, когда мы пойдем на работу. И мы решили снять такое видео. Как прожить в Чехии на 250 крон. Это 8 евро в неделю на двоих. Сейчас мы купим продукты. Я думаю, нам этого хватит на неделю. Посмотрим, что с этого получится. Ребят, еще я хотел поздравить вас. Забыл совсем. 1 мая сегодня. В Казахстане отмечается День Единства Народов Казахстана. Всех казахстанцев поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать всего самого наилучшего, здоровья, успехов и всяких хороших дел. Другие страны. 1 мая называется День Труда. День всех трудящихся по-разному. Но всех моих подписчиков хочу поздравить с 1 мая. Вот так. Дорогие друзья, хотел вам заснять. Еще вот мы находимся. Это по пути в супермаркет находится железная дорога и она огорождена вот таким высоким забором. И этот забор бетонный, а поверх бетона такая звукоизоляция, чтобы подавляло шумы, когда идет поезд. Я вам сейчас покажу. Я отсюда зашел. Видите, с этой стороны и с той стороны стоит такая шумоизоляция, чтобы близлежащие дома жили и чувствовали себя комфортно. И забор идет на всей протяженности. Вот так. Видите, как он выглядит. У нас в Казахстане такого нету. Не знаю, может в других странах есть. Это прессованные опилки. Видите, ребят? И покрыты черной эмалью. Ну или какой-то грунтовкой. Ребят, сегодня прекрасная погода и я хотел вам рассказать про тот супермаркет, куда мы направляемся. Этот супермаркет является, наверное, таким, как у нас в Казахстане он называется социальный. Там цены такие, наверное, ну, я за город Близень скажу, самые такие экономические, экономически выгодные. И мы сейчас пойдем. Он называется Penny. Есть другие сети магазинов с разным ценовым диапазоном. Такие, как Kaufland, Tesco, Albert и Lidl. Но мы во всех этих магазинах были. И Penny, нам кажется, самый оптимальный по ценам. Сейчас мы идем туда. Ну и купим. Потом я вам покажу, что мы возьмем на недельку. Друзья, пока мы шли в супермаркет, посмотрите, здесь еще такая вот горка со всякими лабиринтами для детей. Можно полазить на такой канатной лестнице, скатиться, а потом подняться наверх и скатиться по такой горке вниз. Всякие такие сидушки, посмотрите, пластиковые. Здесь вся такая дверца, куда заходишь, там поднимаешься. Видите, для деток очень интересное занятие. Здесь, кто помладше, есть такая песочница. Написано, видите, с собаками вход запрещен. Такая песочница для более младших. А там футбольное поле. Дальше. Вот это справа, ребят, деревья, это сакура. Она уже цвела. Видите, опала. И уже мало очень цветочков осталось. Видите? Ну, где-то неделю назад мы здесь ходили, очень было красиво цвело. И вот прямо получается этот супермаркет Пенни. Ну, ребят, мы пришли в общежитие. И получился вот такой, такая корзина, можно сказать, на 250 крон. Давайте я вам покажу, что мы купили. Мы купили рис. Мы купили хлеб. Риса полкило и хлеб 550 грамм. Такой черный хлеб. Три банана. Полтора килограмма картошки. Килограмм лука. Сыр такой нарезной на бутерброды. Айдам. Два молока. Полтора процентного. Вот такой сухой завтрак. Я Тимуру покупаю. Он любит его очень с молоком кушать на завтрак. Здесь полкило 500 грамм. Большая пачка. Макарошки. Две пачки. По полкило. Чай. Пакетированный. С лимоном и с имбирем. Как раз против коронавируса. Такие шпикачки. Куриные шпикачки. Ребят. Здесь в Чехии пишут всегда на мясных изделиях сколько процентов мяса в этом продукте. Здесь 65 процентов мяса. Ну остальное всякие там ингредиенты можно так сказать. Это куриные шпикачки. Здесь в килограммах. Такие куриные сосиски. Тоже килограмм. Здесь 78 процентов мяса. Тоже килограммчик. Так. И взяли килограмм муки. Вот так. Можно поближе заснять. Такой пакет. Такая корзина у нас получилась. Это вышло у нас. Сейчас я вам покажу ребят. Поближе. 263 кроны. Это где-то получается 9 евро. Вот такой пакет на данный момент на 1 мая 2020 года можно купить в Чехии. Город Плезень. 263 кроны. Во время карантина. Чрезвычайное положение. И такие цены ребят. Ну получилось такое познавательное видео. Я думаю вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки или дизлайки. Не болейте. Всего вам самого наилучшего. Комментируйте ребят. Почем в вашем городе бы обошлась такая корзина. Сколько денег. Сколько там тенге. Рублей. Или гривен. Вы бы отдали за такую корзину. Буду с вами прощаться ребят. Всего вам хорошего. Мир вашему дому. Огой ребята. Огой. Ребят. Ребята по скрипту. Моя любимая рубрика. Хотел вам сказать. Сейчас пересмотрел то видео. Ну до этого которое было. То что вот эти все продукты. Это все можно сказать куплено к 90 процентов по акции. Вот эти шпикачки. Куриные шпикачки. Вышли 40 крон. Вот эти куриные сосиски. 55 крон. И получилось 95 крон. Вот это только. Мясо. Ну такое мясное. Остальное молоко. Вот это 10 крон. Сосиски 10. Ой. Макарошки 10 крон. Вот это тоже. Там 12 крон. Ну все. Мне дороже. Вот это кажется завтрак. 22.90. 23 кроны. Ну вот это 15 крон. И бананы. Мы 3 банана взяли. Там не было акции. Мы просто взяли каждому по банану. Ну и мука тоже 10 крон. Самое дорогое, что это вышло. Конечно это сосиски. Ну и сардельки. А остальное все. Ну и конечно вот это зеленина. У них называется овощи. Они тоже дорого стоят. Но мы как бы тоже вот это полтора килограмма. Дали 25 крон. Как бы все старались обрать по акции. Я специально ходил. И на калькуляторе, на телефоне прибавлял. Чтобы мы не превысили лимит. Превысили лимит. Это как бы вышло 253. Я просто еще одно молоко взял. Потому что завтра его будет уходить много. Ну вот так ребят. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Ну или дизлайки. Всех еще раз с 1 мая. Еще раз ребята. Ахой ребята. Ахой.